тахмина я вот простите меня пожалуйста но с ваше творчество я познакомился ровно скоро будет год назад когда у вас была презентация вашего дебютного фильма обмани себя у вас какое впечатление от фильма здравствуйте это была моя первая режиссерская работа более такая серьезная и так скажем курсовая работа потому что было задание тогда я продолжала учебу онлайн и поэтому было задание снять курсовую работу показать то есть за чему я научилась за год обучение одно маленькое уточнение вы учились во в гиг в москве до девятнадцатом году я поступила в гиг год проучилась будучи находясь москве а через год пандемия коронавирус я вернулась я обучение онлайн вот это была моя курсовая работа обмани себя сценарий искандара усманова режиссер тахмина раджабова вот главных ролях уржет настафаев и марияна была из театра маяковского и другие тоже оттуда мои коллеги этим фильмом йод гор я хотела показать насколько люди в отношениях или в семейной жизни там у наших героев как бы не сложившаяся любовь как люди теряют друг друга из амбиции абсолютно иной раз ненужных в жизни и главные герои вот это показывают то есть ведь можно когда какие-то ссоры когда какие-то неурядицы да в отношениях или в жизни просто сесть поговорить просто спросить а почему ты сделала так или почему-то сделал так а а главные герои вот они и очень много таких пар они просто считают как бы я не буду этого делать потому что уже все ясно допустим там у главного героя на ладони появляется обручальное кольцо хотя главный герой уже разведенный просто он перед друзьями для того чтобы друзья все семейные ему он как бы не был скажем белой вороной он надел это обручальное кольцо а вот его бывшая любовь за которой собственно говоря он и приехал она видит обручальное кольцо и просто говорит а зачем него спрашивать планетное дело она начинает нести свое что она тоже счастлива в браке соответственно главный герой говорит ну все понятно уже я ее потерял отлично вы пересмотрели после презентации фильм конечно и не раз какой у вас вердикт какой ваш ну я знаете я с очень так скажем самокритично к себе когда я посмотрел сказала могло быть и лучше аж когда вы сдали дипломы что там сказали во вбить я вас поправлю курсовую потому что диплом на еще впереди а курсовую до мастер был очень доволен мой педагоги которые мне преподавали мастер по монтажу и они борисовна мастер мой они приняли мою работу очень хорошо не сказали что молодец за такое короткое время понять линию провести драматургию подчеркнуть у тебя получилось игры спасибо теперь давай за дипломы почему вы решили пойти учиться на режиссеру многие актеры спустя какое-то время они становятся опытными они просто становятся режиссерами без никаких там высших образований вот что вас подтолкнуло что вы пошли именно от учились хороший вопрос я стала замечать на съемочных площадках это конечно может выглядеть немножечко высокомерно с моей стороны как актриса дали там или я не знаю как стала замечать что если бы я была бы на месте режиссера вот эту сцену я могла бы сделать лучше вот тогда но когда я на съемочной площадке я должна понимать и актриса в работу режиссера лезть нельзя а и когда я предлагала горю а может быть так режиссер правильно должен отставить свою позицию сейчас я в таком положении говорю нет не трогайте вот будет так и так я думаю а почему бы если у меня я же говоришь самокритично к себе да ну если у тебя тахмина так зашкаливает твой опыт режиссерского мастерства почему бы тебе не поступить и не узнать вот эту вот профессию изнутри более подробно все равно я с собой не соглашалась я скажу вам другое я во в гиг собиралась поступать в качестве актрисы потому что как актриса у меня лучшего образования по этому направлению нет это просто как бы дар это талант и вот с этим талантами столько столько ролей сыграла и я хотела поступить во в гиг вот на актерское мастерство когда валерий бакич конечно я знала и валерий бакич сказал тахмин вот я посмотрел все твои работы потому что я ему дала свои фильмы он как бы знал меня тоже заочно и он сказал я посмотрел все твои работы ты так как уже пятнадцать лет в этой профессии и и я тебе скажу что вряд ли это что-то новое для себя освоишь то есть ты уже все на сцене научилась было бы лучше конечно если бы ты попробовала себя в режиссуре это был совет и вот этот вот лампочка я говорю да все сложно было поступить нет нет потому что вы знаете это можете сделать вы любой человек который хочет просто вопрос денег конечно потому что мы с вами уже идем как 2 3 образование и это высшие курсы по в гиге то есть любой человек даже даже скажем врач который хочет поменять профессию стать режиссером можешь спокойно пойти поступить и узнать эту профессию глубже вы недавно стали очередной разматерью да это здорово насколько ваша жизнь изменилась я сейчас объясню потому что раньше вы ради одного фильма который мы сейчас вернемся выходили на фитнес у вас было больше времени наверное чтобы вы старались выглядеть иначе вот сейчас как обстоят дела моя жизнь изменилась на сто восемьдесят градусов на 390 очень сложно найти время для чего-то это ладно а многие мамы сейчас скажут ну конечно естественно о чем ты думала да самое что интересное когда я вот была беременна и да до последнего прям вот месяца дня я работала уже над своей дипломной работой подбирала сценарий что-то вот в этом роде да значит читала свои книги и у меня было распределено все вот халид он родился в феврале у меня было все запланировано вплоть до мая но когда я столкнулась с реальностью то есть я до сих пор смеюсь думала я че думала что я куклу рожу что ли она будет сама расти как бы по ходу да я ее заведу она будет расти абсолютное отсутствие понимания того что у тебя не будет времени на многие вещи как я вырастила старшего сына до сих пор как я тебя вырастила я не знаю а сейчас чтобы найти время пойти там фит на фитнес салон как вы говорите там просто встретиться с подругой поболтать в кино пойти просто книжку взять почитать время золото теперь моем понимании вот так ради фильма 12 лет ожидания вы за два месяца если не ошибаюсь похудели на 10 килограмм месяц за месяц 10 килограмм 8 я прошу прощения 8 8 килограмм за месяц значит у меня немножко недостоверная информация хотя я взял из одного сайта где было описано право этот фильм как это у вас получилось и что самое главное по вашему если человек хочет похудеть это было очень жестко я не рекомендую вообще сделать то что сделала я потому что я очень долгое время после этого останавливалась я просто сидела на бульоне и на сухариках и мне было очень плохо уже на седьмой на восьмой день да я зелень какую-то ела я отказалась полностью от сахара а когда ты отказываешься от сахара понятное дело что организм очень сильно страдает даже как скажем как своеобразный наркотик же как бы да мы любим же сахар и хорошие источники энергии да тоже согласна до глюкоза это все было очень сложно я стала худеть конечно быстро потом последние 10 дней у меня была гречневая диета гречка и кефир желудок я не посадила потому что я пила очень много воды но я вымыла весь кальций вот это вот все дела там витамин d3 витамины минералы волосы стали по страшному лезть и главное это не сразу пришло допустим месяц была диета два месяца съемки через три месяца все началось скажем с организм произошел большой хаос а восстанавливалась я полтора года так немножко вернемся вы самостоятельно это делали или вам кто-то помогал там фитнес-тренер диетолог или еще кто-нибудь вот моя беда была в том что я никому не обратилась я просто решила это сделать сама я настолько была тогда уверена в себе что подумаешь похудеть бульончик выпила похудела там дела и поправилась самое что интересное фильме 12 лет ожидания я похудела да по роли я сыграла эту девочку 16-летнюю которая выпускница школы через 15 дней я уже должна была набирать вес потому что фильме у меня ребенок и вы видите что мне удалось это я набрала вес когда я уже стала врачом и и вот самое наверно мне кажется у организма очень сильный стресс был еще из-за этого что после голодания я начала усиленно есть это были была очень жирная пища чтобы быстро опять набрать массу соответственно организм поддался все быстро было а потом начался уже кошмар то есть вы кроме того что вы жестко сидели на я просто чуть-чуть разбираюсь в фитнесе и в диетологии и для меня это очень очень страшно то что вы сказали и выше кроме этого ходили и делали физические нагрузки в спортзале нет нет просто сидели у меня даже сил не было да просто я вот работа дом дом работа я вот где-то летала первую неделю была служба тоже сахара не было а потом все это привыкла уже потихоньку я скажу честно я не очень смотрю сериалы но эти ваши фильмы я посмотрел спасибо и скажу честно что просто шикарная работа честно без никаких там переувеличения неприятно вот вы справились и как бы вот девочка которая была 16 лет и когда уже там были там взрослые моменты один маленький этот уточнение мы пойдем дальше окей это все стоило того да фильм 12 лет ожидания я так понял основан на реальных событиях да вы я прочитал несколько интервью и у вас почти что схожие случаи с этим фильмом это случайно не из вашей жизни нет там есть очень много моментов которые похожи с моим первым браком но там нет потому что там заканчивается история по-другому мне по-другому но вы помогали сценаристу или нет нет когда я взяла готова сценарий на руки я вот стала читать и груда интересно очень вот опять же вернемся к тому что я прочитал ваш интервью и посмотрел этот фильм потому что мне нужно было с вами пообщаться по этому поводу и очень много схожих моментов там например то что вы поступили там золото свое продали и в фильме почти что такая же идет сцена что кроме вот всего этого еще было из вашей жизни из этого фильма я думаю самое основное это борьба так скажем утрируя место под солнцем потому что каждый из нас борется за это да нужно было выстоять после моего развода да из моей личной жизни нужно было чего-то добиться а не упасть вот эту депрессию страшную не бичевать я прошу прощения за мой французский да да можно и вот героиня фильма 12 лет ожидания у нее все то же самое в этом моменте похоже действительно после развода когда я развелась после своего развода времена были трудные это был 2003 2004 год мама моя семью держала сама одна работала так как отец девяносто шестом году умер и я вернулась ребенком и я просто как бы гордость не то что не гордость да как-то стыдно было наверное на шее у мамы висеть и я должна была решить свои вопросы сама по-взрослому тогда прицел по-взрослому я говорю я представляю это 25 на летнюю девочку то и поэтому я продала золото оплатила свое обучение в институте самое главное чтобы нужно было закончить ее такие моменты есть одно интересное сцена вы стоите на мосту да немножко этот не не реалистично я сейчас объясню почему потому что мост был абсолютно пустым и это было день и это немножко вызывает такое ну да фильм хороший честно скажу ну вот не не досмотрели наверное этот момент но это отдельная история вы реально стояли на мосту и вот этот обрыв сколько там метров было по вашему я не знаю если честно сирдарьё вот это сколько-то в тхуджан сирдарья сколько метров там честно я не спрашивала и вы реально стояли смотрели вниз ну да там видно там то есть уже там видно что это не дублер это я потому что со всех ракурсов которые было снято вас уговаривали что вы поставили там нет вот моя я не знаю беда или радость она вот в этом что я немножечко рискованный человек но я имею ввиду для своей профессии то есть много было таких моментов во время съемок жаль жаль что у вашей передачи такого формата чтобы можно было показать какие-то кусочки видео потому что есть фильм мы покажем хорошо все я вам предоставлю по зрителю этот момент ночь в театре так скажем этот фильм а до сих пор не показан потому что не знаю по каким соображением режиссер не поборолся за этим чтобы его показали и там такой момент когда ноги мои перевязаны и они горят то есть один из театральных моих коллег поджигает мне ноги по фильму и ноги начинают гореть и ребята думают а как нам это сделать потому что 2010 или девятый год особенно спецэффектов у нас еще там таких не было более естественных я такая деловая сижу и ребятам говорю а чё говорю ацетон налейте ацетон же хорошо говорю там разгорается сделайте все сразу вспышка они так на меня смотрят а ты не боишься я говорю не ну я же ответственно отношусь к этому вы мои ноги перевяжите да я одену свои вот эти вот джинсы приготовьте подготовьтесь там огнетушитель что-то что-то но подумаешь там если немножко горячо будет там легкие ожоги ничего а я так на меня смотрят и мы это сделали мы это сняли то есть когда вы стояли на мосту вот что не сказал да не досказал ушла в другую сторону ничего страшного какие чувства внутри я полностью понимала всю серьезность картины что я очень сильно рискую внизу была береговая охрана но извините меня если я упаду пока береговая охрана там доплывет или меня вытащить но откуда знаешь что какой какой момент будет тем более там подводное течение очень сильно говорят главное для меня было сыграть свою героиню вот снять этот момент и донести до зрителя эту трагедию которая она пережила в лице и и ведь очень много девушек на сегодняшний день вы знаете по статистике это не секрет что переживаю такие моменты будут сюда какие-то самоубийства что-то и ребята меня стали со всех сторон как бы до поддерживать я поднялась на ту сторону я говорю главное мне не отпускайте держите все я встала все подправила меня держит со всех сторон игру завяжите вот этот вот веревку эту ну одна веревка и отгорну что она даст если вдруг я спотыкнусь весь тогда мой вес там в этом фильме был 65 кг одна веревка 65 как это невозможно просто а по-другому ребята не могли то есть все что как бы они могли это только вот эта веревочка потом они убрали при монтаже завязали хорошенечко все все береговая охрана все все рядом и начали с богом я держусь главный тет перила а там такой момент когда нужно сыграть что типа я хочу себя бросить и и вы видели что у меня один тапок да вот этот момент тоже это все моменты которые какие тапок ушел и я ну сыграла сыграла и самое главное было было снять все сколько дублю сделали боже мой я бы даже сказал два потому что там было не до дублей там нужно было все это быстро сделать закончить и выйти кстати 12 лет ожиданий есть еще такой момент если вы видели я на высоком здании когда друг мужа по фильму на меня нападает и хочет изнасиловать по фильму я там туда поднимать там тоже была одна пожарная машина внизу и вот это вот лестница пожарная и если бы не дай бог что-то и вы прям реально стояли реально стояла и даже я помню такой момент вот честно я в роли я играю полностью но при этом но естественно актриса она контролирует любой актер контролируется как бы масштаб но 70 процентов меня нет в тот момент вот 30 процентов я знаю что это ахмина да вот я должна понимать что опасно что дома меня ждет сын что я не имею права так поступать и вот в этот момент вот я прям вот так вот да подскальзываюсь это я сделала сама потому что я актриса должна дать зрителю это да и оператор скажи чтобы она вышла из образа она себя скинет скинет тихо молчи она играет я отснялась вышла к оператору так нервничаешь нормально все под контролем их главный вопрос сколько это все стоит что вы так рискуете ой я всегда говорю это не голливуд за это миллионы мы не получаем у нас увы пока до киноиндустрия развивается очень медленно ну развивается самое главное и нас актеров сказать что прям до высшей планки оплачивать все вот эти вот моменты такого нет потому что она не позволяет да у ребят вот этот бюджет будь то частный режиссер или там режиссер из киностудии да там скажем а стоит единственное только что если ты любишь свою профессию искренне ты в нее вкладываешься стоит потому что все же у каждого актера актриса у любого человека есть мечта в моем случае это покорить мировую сцену да я так скажем чуть выйду за рамки да покорить мировую сцену конечно это нелегко таких миллион актрис как я который также мечтают до оскара дайте но мне кажется вот этот труд наверное и как бы помогает нам дойти до нужной точки на нужной цели так гонорар какой этого фильма ой хотелось бы конечно озвучить но я думаю все таки это коммерческая тайна но вы довольны то что вот вы сыграли оплатили все хорошо ну слово довольно тут наверное скорее всего немножечко будет неправильно поставлена но я знаю что ребята больше не могли а с чего мне требовать да откуда они мне дадут эту сумму роль была хорошая я хотела ее воплотить в реальность и они сказали что мы больше этого не можем заплатить и сказала хорошо ладно меня это сумма для для нашего вот скажем так уровне но не уровня для нашего развития да вот киноиндустрии хорошо меня это устраивает понятное дело если это было бы я не знаю там америка или там россия соответственно сказал бы извините один съемочный день у меня стоит столько-то ну а нашим то как это скажешь знаю их бюджет то есть вы ориентируетесь на бюджет ну конечно то есть нету такого что мне неважно сколько вы у вас какой бюджет я беру в съемочный день у меня там столько-то и все меня не волнует с нашей киноиндустрии такое пока невозможно мне пару раз по-другому говорили обо мне нет в общем актеры наверно слушайте знаете как я говорю наверно просто мне уже планка готовая завышенная поэтому уже знаю да если хотим тахмину раджабу да на съемку фильма то понятное дело как с ней надо говорить и работать вы сейчас меня поправьте если я может быть ошибусь хорошо планета меняет цвет до или после двенадцать лет ожидания после 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 да те же ребята снимали те же ребята до сутиному значит с первым гонораром все было хорошо что вы согласились с ними поработать это была моя глобальнейшая ошибка когда говорят о планете меняет цвет об этом фильме я отношусь очень больно к ней а потому что вот ты знаешь любой человек своей профессии иногда бывает ставить ногу не в нужное направление так скажем или немножечко голодной нет голодной это будет неправильно это вот желание я смогу я сделаю да она нужно всегда чтобы мы шли вперед но иногда вот она нас обманывает вот фильм планета меняет цвет я скажем вот спотыкнулась в творческом плане я не должна была играть эту роль но вот режиссер как-то получилось ему вот убедить меня я пошла на поводу причина в том что это было просто знаешь как будет правильно сказать фильм 12 лет ожидания я похудела за короткий период режиссер этих двух картин один тот же да скажем один тот же человек и когда он рискнул еще раз меня пригласить он думал я опять так же быстро скину похудею в силу вот как бы своей натурой я человек расположен к полноте я слежу за собой да постоянно но бывают моменты когда я как бы бывает там грубо говоря в плане еды перегуляю а потом опять как бы начинаю сидеть на диета худеть в тот момент в общем я была немножечко полнее он мне дал две недели вот за эти две недели я не добилась нужного результата и приступила к съемкам будучи понятное дело что мне было уже 36 если не ошибаюсь или 35 во время этих съем 35 по моему я опять же сыграла 18-летнюю и это было неуместно и вот ошибка я считаю я всегда об этом открыто говорю ошибка режиссера была в том что он сделал неправильную ставку или надо было дать мне месяц или полтора хотя бы чтобы я если я похудела бы не было бы проблем все было бы окей но он не дождался и видно ты видел этот фильм видно что я не подхожу по возрасту и вот тут вот это вот это была моя ошибка тоже что я не сказала нет извини я не буду то есть вот я сказала ладно пусть такая хорошая роль я сыграю не уроком стало теперь я вообще семь раз отмерю потом один раз отрежу только из-за этого вы немножко недовольны своей работой да потому что когда я смотрю на экран я вижу что да мне знаешь вот все мои коллеги мне говорят ты зря слишком так самокритично к себе потому что картина шикарная она удалась все 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 грудо но когда я играю я прекрасно понимаю и были люди которые мне сказали тахмин что-то сделала потому что видно понятное дело что это ну никуда это девочка 18-летняя как начинай говорить об этом начинаю нервничать во второй серии фильме планета меняет цвет есть сцены с изнасилованием вообще-то этот фильм мы сейчас поговорим об этом мне очень интересно там очень много насилия в общем да и еще вот этот сцены изнасилования сложно было играть сложно и физически и морально было сложно физически почему потому что там был момент когда главный один из главных героев он должен был как же это правильно преподнести чтобы потом пошло не звучало да ну не пошло чтобы не правильно не было но не залезть на меня он как бы должен был по фильму сыграть что он закрывает мне рот понятное дело что он должен быть на мне в этот момент чтобы закрыть мне рот он же не может быть сбоку стоять и закрытым это ломает характер актера до героя то есть ты был такой момент когда с этим нужно было смириться позволить допустить все это было в одежде да это видно по фильму да ну плюс это боль и вот тут получилось мы это сняли этот момент а потом когда она прикрыта простыней там конечно одежда у нас понятное дело мы просто у нас же нельзя ну мы соблюдаем вот такие вот нормы что у нас нельзя до открытой сцене показывает и пусть будет так мне кажется так лучше и поэтому нас мы показали вот так вот обыграв она в простыне как будто бы под одеялом она за одежда а так вот так сложно было после этого такой интересный момент по физиологии человека а я сказала режиссеру дай мне отдохнуть один день прийти в себя у него по графику по дням все расписано он говорит я тебе дам отдохнуть после завтрашней сцены только ты должен завтрашнюю сцену сыграть завтрашняя сцена это была консерватория где она бежит на экзамен опаздывает вот этот момент и мы эту сцену сыграли он мне не дал отдохнуть на завтрашний день консерватория я скрипкой готовлюсь концерту и вот мы играем главный герой заходит он мне скрипку новую приносит мы в кабинете и вот я хочу сыграть ты где был ты так опоздал у меня же концерт это что и вот скрипка новая вот этот момент меня перри проносит на ха-ха ха-ха раз ха-ха-два дубль первый дуль там я не знаю какой уж десятый был и вдруг слезы пошли и вот слезы пошли стала реветь 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 так плохо было я говорю не могу не могу это наверно вчерашнего шот это шоковое состояние потому что там сцена была они троем меня тащили видно же благ а я играла на камеру и он подошел ко мне так режиссер взял меня за руку пожалуйста ради всей группы которая здесь пожалуйста один раз оберись нужно игру ладно дайте мне 10 минут все поправила 10 минут молитву прочитала суры аяты со все-все-все сделала игру не надо надо команду нельзя подводить вот это помогло и вот эта сцена была снята а потом мне три дня дал отдых когда увидел мое состояние им страшно стало и не три дня вы отдохните пока другими актерами поработать в одном из интервью вы говорите то что муж вам не разрешает ну против того чтобы были какие-то откровенные сцены да поэтому по этой сцене были у него какие-то замечания были замечания да я помню он приехал на примеру там все грамотно вы обратили внимание все грамотно и соответственно когда я снимал я бы спросил да вот когда я снималась я это все конечно учитывала что он будет на примере он не пропускать не одну мою примеру он всегда приходит где-то там сзади сидит все смотрят потом уходит раньше всех он пришел он середины фильма ушел середины фильма ушел так он до концерта фильме досмотрел естественно мы дома поругались очень сильно после примера я сидела смотрела в одну точку я пыталась ему объяснить что а что там не так он с этой стороны с этой стороны со своей мужской ревностью гранат пойми вот ничего не было того чтобы прикосновения чему-то просто ты под браво то есть вот ты как зритель это все принял вот здесь вот и сфантазировал и все значит хорошо сыграли если зритель принял так да сцена где там было если честно много таких моментов когда вас закрыли и отец главного героя скажем так который умер да мы весь фильм по моему рассказали сейчас ребятам нечего бы смотреть но тем не менее ребята будет интересно он сильно вас каждый раз бил вот эти шаполок они настоящие были ну нет конечно там но попадается но не так сильно как мы играем на камеру конечно он так меня же не погладит он даст мне но он мы мы договариваемся есть момент когда надо получить я говорю если я с устудом гагруз тут немножко вот с хуршедом мустафаевым на сцене когда мы играем с ним сложно этот момент договориться потому что он естественно переигрывает чрезмерно профессиональный актере так но не не переигрывает он чрезмерно профессиональный актер и он настолько глубоко отдается в тот момент что он не контролирует тебя фильме 12 лет ожидания вот травму которую я получила на большой палец своей ноги это во время съемок сцены с хуршедом мустафаевым именно потому что у меня он настолько вошел в роль ну и я тоже но у меня так толкнул что я весом своим ушла упала на землю и вот нога подо мной осталась палец вывих вот такой опухший синий был а нужно было продолжать интересно интересно хурик вспомнила тебя добрым словом потом не отыграли с ней в других моментах да нет не получится не злопамятный человек нет я я знаете как я не забываю ничего но я не злопамятный как это вот как-то так то есть я ну естественно все помнишь но зла не держу ни на кого наткнулся на фильм афганский мужчина в мечтах о пятой жене для начала как вы туда попали до этого фильма я снялась фильме мадраса мадраса это его прежнее название потом фильм переименовали в мхаджир мхаджир беженцы да вот режиссер он меня увидел мою игру в этом фильме в афганистане когда показывали и он намеренно приехал на киностудию таджик фильм выбирать в общем актеров и попросил вызвать именно меня то есть он уже для себя решил чтобы для этой роли будет она я пришла был кастинг я как и все актеры которые были приглашены сыграла на камеру и вот он выбрал меня решил что я сыграю роль третьей жены киноиндустрии афганистана на каком уровне по вашим они развиты они развиты потому что есть хорошее финансирование ну естественно вообще в общем как бы да сам вот эту вот страну афганистан да есть большой интерес со всего мира соответственно когда допустим наш проект спонсировался там были и канадцы и индусы и сами афганцы поэтому если когда есть какая-то хорошая идея инвестиции не инвестиции а спонсоров привлечь в афганский кинопроект мне кажется проще хороши потому что это такая же тема она во всем мире да вот афганистан эта тема там роль женщины там война которая там постоянно вот эти моменты поэтому у них киноиндустрия более развита соответственно у них еще нужно будет отметить ахоли забыла население спасибо население очень большое кинотеатры и поэтому них востребовано ну там есть хорошие режиссеры актеры я ошибаюсь но вот все извне идет вот я знаю не очень много афганских кинорежиссеров я буду честно они будут там горы что у я их знаю 34 даки афганских на режиссера один из них это садик бармак который снял фильм о сама этот фильм удостоен золотого глобуса это было очень давно он живет во франции и два режиссера у которых я сыграла асад сикандар он живет в болгарии сидик обиди он живет в канаде то есть это афганские кинорежиссеры но которые уже очень давно может быть во времена еще когда была та война в советское время они уехали иммигрировали страны европы к сожалению я не нашел полный фильм я нашел тизер этого фильма трейлер да вот и кое-как нашел информацию что вы играли третью режиму да ваше отношение в общем к многоженству какой надо быть честно конечно нельзя врать в первую очередь я мусульманка и я прекрасно понимаю что по исламу разрешено иметь четыре жены но сказано фильме 5 но как он первую жену делает халифой когда первую жену ты делаешь халифой она отказывается от всего ради всевышнего корана и посвящает свою жизнь полностью поклонению она становится халифой это отдельная тема я не буду насчет его говорить это уже богословный такой она становится халифой соответственно место освобождается поэтому он мечтает о пятой жене но на самом деле когда первая становится халифой та становится четвертой то есть пять жен но одна уходит вот в эту сторону да поэтому место как то вот они обыграли и вот это вот все они говорят что у нас так это принято хорошо сама я как отношусь будучи как мусульманкой понятное дело что что твердит ислам если я сейчас скажу о там это нельзя это запрещено я буду говорить против получается ислама да и этих правил просто мы страна где у нас многоженство запрещено у нас этого нет но я просто представляю если бы я жила бы в исламском государстве куда бы я делась от принципа и понятия того что мой муж должен жениться еще раз если я была бы первая там третий четвертый или пятый раз да я бы приняла бы эти нормы как принимают женщины в исламском мире в исламских государствах ревность с ревностью надо было бы работать вы не поверите я даже сейчас вот своему супругу говорю я ты если вдруг кого-то полюбишь ты будь со мной честен ты мне скажи если я тебе дам добро чтобы ты женился за это мне обещан рай соответственно все мы грешны я с ног до головы да допустим все мы и вот такой вот кусочек лакомный чтобы не упустить я ему говорю если ты вдруг соберешься там жениться там влюбишься в кого-нибудь ты мне скажи не играй нас за моей спиной я пойду сама тебя засватаю женю серьезно но такой момент лично касающийся меня я от этого момента все те близкие которые меня знают всегда в шоке говорят а ты так говоришь на самом деле когда дело коснется не буду говорить я не знаю может быть просто есть принципы и ценности вот ради того обещания если так сложится ради того чтобы увидеть рай я это сделаю в случае если так будет и появится следующая жена вашего супруга кому у вас будет ненависть к девушке которая стала второй женой или к мужу я думаю никому никому нет все наверное это силу возрастом приходит я не знаю может быть как бы задай мне этот вопрос 20 лет я бы сказала о чем вы говорите люди добрые а ведь с годами все на опыт набирается ты понимаешь что в жизни есть другие ценности как в одном интервью вы сказали то что из-за того что до вас в молодости но на улицах там были такие случаи что домогались и вам пришлось выйти замуж в раннюю в раннем возрасте мне это могались это это где такое интервью так написал что ли я не в курсе да вы не читали интервью нет домогались конечно нет мне кажется но приставали приставали на улице да да девочка я была конечно видна естественно были моменты когда до дома следили за мной приходили там около подъезда караулили меня и даже был такой момент когда близкий друг брата перекрыл мне так скажем дорогу не перекрыла так в институте меня остановил признался в любви на что я ему сказала извини меня брат повесит ты что ее нельзя иди с братом говори а он сказал я пойду поговорю пошел брат честно говорить с братом вот мой брат он такой молодец тоже психованным был а ты мой друг позарился на мою сестренку вау истерика подрались он его я не знаю там не прикончил мне интересно это получается двухтысячные годы но начало двухтысячных да ну я тоже не молодой я эти времена прекрасно но помню помнить да и мне очень интересно в каком районе вы жили что такие моменты были в нашем районах уже не было таких моментов я сейчас скажу родилась я и до семи лет мы жили ослины уши ослины уши это вот получается вот здесь недалеко рядом до головой экран вот это вот все ослины уши а потом мы переехали в 101 микрорайон и вот до 2003 года четвертого года мы жили в 101 эфиру так получилось что у брата ой у папы старший брат жил рядом и вот он чтобы ближе к брату купил там квартиру и вот такие вот моменты мы переехали туда вы сказали что в 99 году по моему в аварии попали да у вас есть шрам шрам в этой области как это получалось получилось это было ранним зимним утром 13 декабря 99 года а дату такой никогда не забудешь утро а бы как обычно мы ехали в институт на уроки зима встретились соседкой она тоже была она тоже училась в этом институте встретились и пошли главной дороге маршрутки проезжали что здесь маршрутка поехать мы дошли до главной дороги не дойдя до главной дороги остановился наш другой сосед он тоже учился в этом институте он горит куда мы же все друг друга знаем один один район и мы говорим на занятия зачет утренний быстрее надо успеть у города я тоже туда садитесь отвезу грунт давай все друг друга знают родители наши друг друга знают школа одна институт теперь как бы да один и мы сели и поехали и вот на 82 сейчас скажем где вот нотариус вот это вот сюда 82 нотариус а там произошла эта авария потому что был очень сильный галяль гололед утром машину перекинула с одной стороны движение на другую сторону машина врезалась в автобус сначала в машину потом в автобус при столкновении с другой машиной меня выкинула через заднее лобовое стекло подружку через заднюю дверь я на асфальт она на газон даже был такой момент когда утром брат ехал на работу я раньше вышел поехал на занятия обратно поехал на работу после меня и он говорит я ехала смотрю говорит авария девочки лежат и я говорю вай 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 айх ну на таджицком дай бог чтобы они живо живо остались да и проехал ехал на работу потом через час мама мне позвонила в эрике что так и попала в аварию вы сознание потеряли сознание потеряла полчаса я лежала без сознания пока вот все это нас бояли боялся кто-то поднять я вот тот момент 99 год потом проезжала колонна какая-то военных ребят вот они рискнули остановились подняли нас привезли в карабало я очнулась уже в приемном пункте ой господи в приемном покое да интересно вот когда человек без без сознания какие бывают картины в голове у вас не было такого а я не помню вообще ничего вот некоторые говорят что какой-то коридор чего-то свет у меня ничего не было нет нет сверху на себя смотрят не было нет ничего не было нет единственное что я очень четко помню эти моменты боль эту они полностью и они менее вот так скажем тело врачи вы знаете целые 40 минут не могли понять где у меня перелом я вот такая вот лежала они сначала думали позвоночник потом думали руки потом это то нет это вот просто какое-то было они менее вот отделались мы легкими ушибами нигде ни у кого ничего так скажем сильно не сломалась не пострадали единство то у меня только палец был сломан и вот этого травма вы работали на тв ввели новостной блог до часто смотрит телевизор больше сейчас нет нет не часто и если даже я нахожу время посмотреть телевизор в первую очередь я включаю каналы кино то есть для того чтобы профессию свою постоянно поддерживать вот эту вот новую смотреть как снимают работают но все рассмотрит редко редко вот мне интересно вот как происходил процесс вашей работы вам подготавливали материал или вы сами собирали естественно подготавливали да потому что я была только диктор в начале своей работы объясню так в начале своей работы я была корреспондент тире диктор да то есть мы мы выезжали мы снимали какие-то сюжеты приезжали монтировали писали к ним это называется подводка на профессиональном уровне к сюжету и выходили выступали сами в прямом эфире потом в силу моей как бы уже занятости фильмы появились ведущие концертов вот это вот все я сказала можно я чтобы не сидела приходила за час до эфира готовилась брала папку и шла читать мне руководство пошло навстречу они сделали так и поэтому вот с меня это было снято я приходила просто брала уже подготовленную специально для меня папочку поднималась в студию готовилась к эфиру ну насколько я понял вы читаете там появляется читать это в прямом эфире да во всем мире это признано это называется телесуфлер а как по-другому это все не вызубришь не выучишь но умение читать это тоже талант да и вот об этом вот телесуфлеру да не было такого что вы ошибались когда читали было конечно было потому что были моменты когда прибегаешь с других съемок а нужно настолько сосредоточиться то есть ты не имеешь права на ошибку ты читаешь президентскую информацию да это все серьезно то новости это лицо республики и вот был такой момент ох боже просто это было молодое телевидение и кадров было мало поэтому нам шли на встречу думаю сейчас такое не позволят что на телевидении было вот вместо была такая информация я читала председатель правительства республики таджикистана вместо председателя правительства республики таджикистана я прочитала преподаватель правительства республики таджикистан это была грубейшая ошибка да сейчас вспоминаю мне дискомфорт чувство дискомфорта потому что она нельзя а так получилось быстро извините переправила себя и уже как бы подала информацию более правильно после как вот это все отсняли? Вы ни разу не пересматривали новости? У нас 6-часовой эфир прямой был в повторе в 10 часов ночи. Поэтому уже как бы я, приходя домой, обязательно в 10 часов ночи смотрела свой эфир. Но потом поменялся график, мы выходили только в прямой эфир 6 часов. Дальше у нас больше не было повтора. Был 8-часовой, в 10 часов таджицкий на вид. И я просила ребят записывать мне на флешку отдавать, чтобы посмотреть, какие, что, недочеты, как. Вот только так я уже как бы смотрела. Ну а как я могу по-другому свой прямой эфир посмотреть? В общем, как вы оцениваете работу новостного блока? Естественно, это не легкая профессия. Это очень сложная. Требует огромнейших нерв, терпения, сосредоточенности. Потому что один вообще 9 миллионов это увидит. Один неправильный поворот, там все те, кто смотрит, это увидят. Нельзя, да? Вот это вот настолько... И были моменты, когда было очень тяжело. Я начинала задыхаться после эфира. То есть вот эта вся тяжесть, которая была на мне во время прямого эфира, как эфир заканчивался, несколько секунд выпрямляла свое дыхание. Были новости, с которыми вы сказали, нет, я не согласна или не хочу это говорить в эфир? Нет, у нас такого не может быть. Почему? Потому что эта папка заранее проверяется, потому что это прямой эфир. Туда не может попасть какая-то непроверенная информация. То есть вся информация заранее проверяется, удостоверяется, а потом уже передается диктору. Диктор — это всего лишь человек, который передает информацию. Вы понимаете, что люди, которые смотрят новостной блог, они видят вас. И в лице вас. Да, и в лице вас. Все это принимают. И если будут вопросы, они будут к вам. Хотелось бы узнать в общем вот этот новостной блог, насколько он вам был скажем достоверным и вы действительно думали, что, блин, вот это реально хорошая новость, которую нужно озвучить. Ну, знаете, я получала всегда информацию в руки, которая уже была одобрена. Выбрать из нее «Ой, это классно, она пойдет в эфир». Это не классно, это было не в моей компетенции. Я не имела права, как диктор перебирать информацию. То есть вот сейчас опять как бы вокруг этого мы, да, об этом же мы говорим, никак невозможно это было. То есть, если бы даже я сидела бы за компьютером, где бы я печатала бы подводки, подбирала бы, какой сюжет пойдет в эфир, какая информация пойдет в эфир, в любом случае это согласовывалось с руководством, и я от себя не могла бы подать просто. Я хочу, чтобы сегодня передача, которая снимает Йод Гор, где он пригласил Тахмину, чтобы пошла в новостной эфир. Это проверится, будет проверяться руководством и добро будет дано от них. Хорошо, давайте вот такое сравнение. По-вашему, вот чисто ваше мнение об этом. Если бы вы работали на основном блоке, что важнее для зрителя, танцы на ипподроме или в каком-то удаленном районе сель снес кишлак? Что бы вы подали зрителю? Если бы вам предоставили, допустим, сказать, что нет, сель не будем показывать, будем показывать на ипподроме танцы? Ну, я бы все-таки как бы немножечко, если бы я имела бы это право, я бы поборолась за то, чтобы дали информацию там, где сель снес дома. Потому что от этого огроменная польза, когда это будет идти в эфир, появится очень много людей, может быть, которые помогут. Понятное дело, что правительство поможет, да, это отдельная тема, да, пойдут, помогут им построить там дома, что-то. А ведь еще помощь извне. Есть люди, которые хотят делать добро, то есть эти вещи должны показываться в прямом эфире? Последний вопрос, и все, мы пойдем дальше. Вы, работая на ТВ, у вас была устойчивая, скажем, достойная работа, но вы выбрали очень рискованную профессию, скажем, у нас в Татистане. Это режиссура, это киноиндустрия. Вы не задумывались никогда об этом? О чем? О своем выборе. О выборе задумывалась, конечно. Прежде чем уйти из телевидения, два года я шла к этому. Вот я четко помню, что последний год я поднималась на студию второго этажа, на студию новостной, она была на втором этаже, с некой тяжестью. Я понимала, что просто вот я сейчас поднимусь, прочитаю, передам очередную информацию, после выйду, какие-то свои дела сделаю, поеду домой и все. То есть, мне кажется, в любой профессии это есть, что иногда не то, чтобы приедается, а то, что ты устаешь от одобразия. Допустим, я бы хотела на телевидении запустить ряд передач, это я тогда, когда еще работала, я хотела, чтобы это все было в прямом эфире, чтобы были гости, чтобы мы говорили о политике, о экономике, но понятное дело, что в силу того, как же это правильно преподнести, что в силу того, что в прямом эфире могут сказаны быть очень острые моменты. Не то, чтобы острые моменты, да, понятное дело, что любой человек себя уважает, в прямом эфире будет аккуратен, все смотрят, да, как бы, но есть моменты, о которых, как бы, не нужно говорить, наверное, так, и вот, когда я хотела запустить такую передачу, я сталкивалась с тем, что это невозможно было сделать. Я не знаю, может быть, не доверяли мне, может быть, я еще была тогда недостаточно опытным журналистом, чтобы уметь собеседникам обходить эти острые углы в прямом эфире, чтобы грамотно это все держать. Не все же положительно относятся, так скажем, да, к экономике, к политике, да, к нашей стране, там, просто элементарно к медицине нашей стране, к образованию. Всегда найдется человек, который скажет свое мнение плюс-минус. И просто вот были такие моменты, когда я бы хотела, чтобы в эфир шли такие передачи, но и понимала, что, может быть, я своего собеседника не смогу обыграть и сказать, что нет, вы то не правы. Когда в гугле вбиваешь «Тоджикфильм», ну, «Тоджикфильм», ну, соответственно, появляется Википедия, в Википедии информация, что образовалась в 1933 году, и идут перечисления, какие фильмы снимались в «Тоджикфильм». И ровно до 1991 года идут перечисления фильмов, и потом такое ощущение, что все, «Тоджикфильм» просто не существует. Как вы думаете, почему так происходит? И вообще так получилось? А если честно, вот эта вот информация для меня, она новая. Я заходила на сайт киностудии «Тоджикфильм» не раз, но как-то вот вот этот вот момент, чтобы проследить до 1991 года, как вы говорите, информация есть о фильмах, а после нет. Как-то вот этой информации я пропустила, ее нет у меня. То есть вы хотите сказать, что вот этой вот строке фильмы после 1991 года ничего нет? Или есть просто не тот объем? Я думаю, что, ну, я заходил потом на сайт «Тоджикфильм», там были фильмы, но это мне стыдно говорить то, что у нас в Тоджикистане, если это есть «Тоджикфильм», мне стыдно говорить то, что она вообще существует, потому что они ни о чем вообще, которые там были. Вообще, если вот быть честной, и лично мое мнение насчет этого, по всем системам, по всем структурам нашей страны, понятное дело, после распада Советского Союза, очень сильно дала такой, скажем, как сказать, сильный упадок гражданская война, потому что эта вот гражданская война, весь акцент был на ней, для того, чтобы был мир, и мы очень многие моменты упустили. Вот просто винить кого-то не получится. Я сто раз, сама об этом когда размышляю, думаю, легко сказать, а если бы вы сделали так, было бы так, а если бы вы сделали так, было бы так. Нет, на самом деле, когда ты внутри, ты понимаешь, что для развития одной структуры нужно определенное направление и много денег. А когда после гражданской войны нужно было спасать народ, чтобы они голодали, чтобы зарплаты были, пенсии были, это легко сказать, чтобы выделить там 10 миллионов киносудий Таджикфиль в те годы идите снимать хороший фильм, а народ будет голодать. Как-то вот такие моменты, это лично мое мнение. Поэтому вот в тот период развития киноиндустрии Таджикфиль мы немножечко упустили. Но понятное дело почему, потому что нужно было держать эту сторону. А дальше, дальше уже началось, как бы страна понимает прекрасно, правительство, государство понимает, что страну узнают через спортсменов, через людей искусства, еще какие-то сферы у нас, которые представляют на мировой арене. Но их много, творчество, медицина, спорт, это все. И вот тогда уже был сделан большой шаг для развития киноиндустрии Таджикистана. Это было 30 лет назад, гражданская война. А сейчас? Вот я же говорю, немножечко к этому подошли чуть-чуть позже, потому что эти моменты нужно было уладить. А сейчас, ну а что, что бы вы хотели? Вот эта вот дыра, которая была, для того, чтобы ее залатать, теперь нужно время. То есть я вижу, что у ребят уже идет подъем. Уже ребята снимают что-то хорошее, что-то цель. Я, если честно, вот может быть есть какое-то развитие другое, где я могу сказать, а там акцента очень мало, там все равно ничего не получится, ребята не могут. Но именно для развития киноиндустрии Таджикистана я не могу такое сказать. Почему? Потому что я вижу, что ребята стараются. Да, понятное дело, я же сказала, есть дыры, которые нужно залатать, но мы справляемся, потихоньку идем к тому, чтобы поднять на мировой уровень развитие киноиндустрии Таджикистана. Вы в курсе, что в Узбекистане недавно проходил кинофестиваль? Да. Вы знаете, какие фильмы из Таджикистана там были на показ? Преподнесли на показ? Я вот знаю о той награде, которую получили наши ребята. Фильм Сарбор, это режиссер Манзар, Манзар Ширали. Так, кто еще? И Рустам и Сухроп. Рустам и Сухроп, потом Рустам и Сухроп, да, и, если я не ошибаюсь, Шарфат Арабова, фильм «Насип», где я сама сыграла главную героиню, она в Кыргызстане точно была, показ, и награду она получила, по-моему, в Узбекистане тоже, если не ошибаюсь. Но вы не поехали? Нет, я не поехала. Ну, во-первых, если честно, меня никто и не приглашал, чтобы я поехала. Если бы меня пригласили, то я бы постаралась как-то, с малышом вряд ли, но, может быть, я бы поехала. А в целом, как вы относитесь к работе «Таджикфильма»? Именно вот структура «Таджикфильма», не общая киноиндустрия Таджикистана. «Таджикфильм», который находится в Душанбе. Ну, ребята работают, вот что можно сказать? Они работают, стараются, снимают фильмы. Вот я сейчас как могу кинуть камень в их огород? Что, а, не, не получится, я не смогу, потому что я вижу, что они всеми силами что-то пытаются снять, что-то пытаются сделать. Киностудия «Таджикфильм» работает, функционирует, работает, функционирует. Ты знаешь, мне хотелось бы, чтобы киностудия «Таджикфильм» сняла исторический фильм, но мало чего мне хочется. Я знаю, что для этого нужен огромный бюджет, для этого нужна огромнейшая команда. Это не шутки, это нужны такие масштабы. Я вот все мечтаю, что я увижу эти дни, увижу эти моменты, когда будет снят исторический фильм про Исмаила Самани, про Тимура Малика. А вы не в курсе, сколько выделяется в год «Таджикфильм» из бюджета финансов? Нет. Не интересовались? Нет, я не... Если бы я даже интересовалась, все равно мне бы полностью не сказали бы, потому что там идет оплата квартальным. Квартальный момент, как и во всех госучреждениях, они получают квартальными. А по-моему же на каком-то собрании, если я не ошибаюсь, президент озвучивал, по-моему, что столько-то выделено. Обычно, как бывает, у нас говорят же, в какую-то структуру столько-то выделено миллионов с ОМОНов для развития. Вы не помните? Не, не помню, честно. Вы, получается, больше снимаетесь в «Сурд Синамо», нежели в «Таджикфильме». Нет. Нет, если посчитать, на киностоите «Таджикфильм» у меня больше фильмов. Просто так получилось, что режиссер киностудии «Сурд Синамо» нашел ту самую актрису, которая бросает себя в огонь, в воду. Поэтому, наверное, скорее всего... Собственно говоря, когда он пришел с предложением «Планета меняет свет», так и было сказано. Говорит, я не знаю, кто сможет эту роль больше, кроме вас, сыграть. Как вы думаете, искусство и творчество в Таджикистане вымирающий вид? Ох, нет. Искусство и творчество вымирающий вид? Нет. Нет, просто в эту сферу сделано мало акцента. Вот так вот скажем. Если сейчас ребятам одному кинорежиссеру дать полмиллиона и сказать «Старт!» Сними шедевр. Он снимет. Вы сейчас о себе? Скромно так. Подчеркнули. Ну вот дипломная моя работа, бюджет моей дипломной работы один миллион саманей. Я сейчас мешкаюсь только так, чтобы найти эту сумму, чтобы снять все то, что у меня вот здесь, вот здесь, поплатить это в реальность. То есть было потрачено миллион саманей на фильм? Еще не было потрачено. Я говорю, я в поисках этой суммы. Для того, чтобы я сняла сейчас свою дипломную работу по бюджету, по всему тому, что мы посчитали. Нам нужен один миллион саманей. Понятное дело, что эту сумму найти очень сложно сейчас в данный момент. Тем более для кино. То есть спонсору, к которому ты идешь, он говорит, а как я свои деньги так, ну в кавычках, скажем, вытащу, да, из твоего фильма? Как? И ты пытаешься ему объяснить, и ты понимаешь, что не состыковывается. Ты пытаешься, лапшу ты ему вешать не будешь. Он человек грамотный, любой спонсор, человек умный. И мы урезали, сделали 700 тысяч самонов. И вот, остановившись сейчас вот на этой сумме, ищем спонсоров. У нас есть уже генеральный пакет у нас продан, остался официальный, и остались, как их называют, спонсоры-партнеры. Ага. Но я искренне желаю, чтобы вы нашли и договорились, чтобы у вас получилось. Потому что я вначале не говорил, но когда я пришёл на примеры вашего фильма, я был приятно удивлён. Я был приятно удивлён. Почему? Потому что я почувствовал, что есть какая-то надежда. Да. Честно. Неприятно просто. Блиц. ТВ или Ютуб? Ютуб. Вы больше в душе актёр или режиссёр? И актёр и режиссёр. Что больше вас из этих двух? Я пока чётко, точно на этот вопрос ответить не могу. Честно. Мы ещё вернёмся к этому вопросу. Таджикский фильм после распада Советского Союза, которым может гордиться каждый таджик по-вашему. Ну вот я думаю, что это «Свято рахой царь Танур». Правда, вот немножечко сейчас в каком году он был снят, я сомневаюсь. Не знаю, точно ли я отвечу на ваш вопрос, потому что год может быть советское время, может быть после распада. Но почему-то он у меня зафиксировался как вот это вот время, что после распада Советского Союза. Хотя мы с вами сейчас покопаемся и узнаем, что он, оказывается, снят. Возможно. Вы очень много сложностей видели в своей жизни и хотелось бы узнать, что по-вашему мужество? вот это вот слово мужество одним объяснением или одним понятием сразу нельзя дать, потому что мужество это, так скажем, тире храбрости, да, это вот этот момент такой. И ведь мужество, оно проявляется в разных моментах жизни. просто вот такой момент, да, я недавно столкнулась с такой ситуацией, когда проходила мимо и маленькую собачку мучили несколько ребят. Там за хвостик дернут, за ножку дернут. Я остановилась и попросила ребят, говорю, не делайте так. До меня проходил парень, он это не сделал. это тоже ведь мужество остановиться, это же тоже ведь храбрость сказать, вы что делаете, алло, то есть обойти скандал, а, пусть мучают, да, к примеру. Но еще мужество это когда, если ты рядом со своей любимой девушкой, любимой женщиной, очень важно ее защитить. Я, допустим, видела, свидетелем была такого скандала, я эту пару знаю, они любят друг друга долгие годы, и когда эта девушка в общественном месте так получилась, что поругалась с мужчиной, он ее не защитил. И в моих глазах, и в глазах вот всего нашего круга, с которым мы общались, он упал очень низко. А почему он это не сделал? Почему ты это не сделал? Он говорит, я растерялся. Может быть, это и есть в этот момент это мужество. То есть ты должен встать, защитить, кто бы это ни был. И последний. В чем ценность? Ценность чего? Ценность таджийского народа. Ну, наверное, я сейчас буду повторяться, как многие люди, но это очень важный момент. Мы очень древняя нация. Мы должны ценить себя изнутри, мы не должны унижать себя и свою нацию. Ни в одном городе мира, ни в одной стране мира. Мы должны поддерживать друг друга. Может быть, я сейчас перешла на должны, да, немножечко отклонилась от вопроса, но это есть же ведь ценность, когда ты понимаешь, что мы не просто народ, который сегодня там трудится, да, изгибая и нагидая всю свою спину для того, чтобы заработать. Мы древняя нация, которая пришла, у нас есть культура, мы пришли с развитием через года, через века. Ценность таджийского народа тоже вот не могу одним словом сказать. Мы тебя услышали, у меня все. услышали. Спасибо вам огромное. Хорошо. Я пожму вам руку. Спасибо, Ядго. Мне было приятно вашей передаче.